Всем огромный привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, как приготовить вкусный и очень хрустящий французский багет. Первым делом берем просеянную муку. Сюда мы добавляем соль, сухие безрадействующие дрожжи и все хорошо между собой перемешиваем. Я сразу добавляю все количество муки, которое указано у меня в ингредиентах. Теперь добавляем теплую воду. Она должна быть теплой, а не горячей, иначе дрожжи погибнут. И замешиваем тесто. Тесто замешивается около 10 минут и все равно остается такое чуть-чуть липкое. Но больше муки я не добавляю. Теперь смазываем руки растительным маслом. И из этого теста нужно сформировать колобок. Емкость, которая у нас будет растаивать за тесто, мы тоже смазываем растительным маслом, для того, чтобы у нас тесто поднималось легче. Тесто тоже можно чуть-чуть смазать. Накрываем это все полотенцем и убираем в теплое место без сквозняков на 1 час. Через час смазываем нашу поверхность растительным маслом. Опять же, я не буду здесь использовать муку. Вываливаем наше тесто. Собираем его так, чтобы было удобно вам его разделять. Сильно замешивать не нужно. И из этого количества теста у меня получается 3 багета. Теперь каждый кусочек вот так вот нужно размять в прямоугольник. И начинаем его сворачивать по короткой стороне. Смотрите, как я это делаю. Обязательно защипываем края. И вот таким вот образом растягиваем наш багет. И стараемся сделать его ровным. Я растягиваю на ширину своего противня. Вот такая вот колбасень у меня получается. И все это убираем на противень, застеленный пергаментом и смазанным растительным маслом. Теперь вот таким вот образом обязательно нужно сделать. Для чего? Для того, чтобы багет наш поднимался правильно. Накрываем полотенцем и опять оставляем в теплом месте без сквозняков. Но уже на 20 минут. Тем временем берем емкость и сюда наливаем горячую воду. Эту емкость нужно поставить на самый низ духовки. Прошел 20 минут. Посмотрите, как у меня увеличился багет в размере. И теперь раздвигаем. Сверху присыпаем мукой, но буквально чуть-чуть. Постарайтесь распределить равномерно эту муку. И прорезаем вот таким вот образом где-то на 1 см глубиной. В это время духовка должна быть уже разогрета и там должен образоваться пар. Когда вы откроете духовку, будьте аккуратны. Из-за того, что мы поставили на дно вот эту вот емкость с водой, там очень горячий пар. Именно в этом пару должны у нас выпекаться наши багеты. Именно из-за этого пара образуется очень хрустящая корочка. Я выпекаю 180 градусов 35 минут. И получается вот такая вот красота. Обязательно их остужать нужно на сетке. Ставим сетку, выкладываем багеты. И накрываем чистым сухим полотенцем. Запах стоит просто необыкновенный. В общем, как только они остыли, мы их подаем. Очень хрустящие, вкусные. А главное, домашние багеты готовы. Очень пористые, посмотрите. И хрустящие. Приятного вам аппетита! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Еще больше рецептов вы найдете на нашем канале. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем очень рады. До новых встреч! Продолжение следует...